Древняя российская история. О России прежде Рурика. Часть первая. Глава девятая. О происхождении и о древности россов, о приселениях и делах их. Древняя российская история. От начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I, или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской императорской и Королевской шведской академии наук. В Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1766 год. Читает Николай Свешников. К читателю. Сочинитель сияк-книги покойный статский советник Михайло Васильевич Ломоносов издал уже в 1760 году краткий российский летописец, который принят был здесь с немалым удовольствием. Потом, положив намерение сочинить пространную историю российского народа, собрал с великим прилежанием из иностранных писателей все, что ему полезно казалось к познанию состояния России прежде Рурика. И притом описал жития осьми первых великих князей, сидевших на Российском престоле от 862 до 1054 года. Полезный сей труд содержит в себе древние, темные и самое к изъяснению трудные российской истории части. Сочинитель, конечно, не применил бы он и далее продолжать, если бы преждевременная его смерть, приключившаяся ему 4 апреля 1765 году, доброго сего предприятия не пресекла. А между оставшимися после его письмами, продолжение не найдено. Глава 9. О происхождении и о древности Россов, о приселениях и делах их. Нечетно западное нынешних веков писатели, российский народ за Роксоланов признавают. Хотя в том, у них и нет доказательства, которое я вывожу в следующих. Аланов и Роксоланов единоплеменство из многих мест древних историков и географов явствует. И разность в том состоит, что Алани общее имя целого народа, а Роксолани – речение сложенное от места их обитания, которое не без основания производят от реки Раа, как у древних писателей слывет Волга. Плини Аланов и Роксоланов вместе полагает. Роксолани у Птолемея переносным сложением называются Аланарией, имена Лорси, Аорси, и Роксолани, и Роксани или Рассани у Страбона точное единство Россов и Аланов утверждают, к чему достоверность умножается, что они обои славянского поколения были. За тем, что с Арматом единоплеменными от древних писателей, за свидетельство, и потому с варягами-россами, одного корени. Сие поселением их варяжским берегам, как следует, обстоятельнее значится Вейсель или Богемия на воде. То от востока в Пруссию пришли Амаксовии, Алани, Венды. Об Аланах и Вендах из вышепоказанных известно, что они славяне и с Россанами единоплеменные. По Гелмголдову свидетельству, Алани были смешаны с курлянцами и недоплеменными варягам-россам. Ругинские славяне назывались сокращенно Ранами, то есть с реки Ры, Вол и Россанами. А как сей народ на помянутом месте весьма размножился, произошли великие споры. Для прекращения он их выбрал королем Ведевит или Ведевуд из Алан, для знатности и разума. И по предложению от него к народу таковые речи. Когда бы ты, пчел самих, сильнее не были, чтобы споры наши давно окончились. Допостроенное, впопрочем, люди допольно знают, что пчельному рою один владетель повелевает. Прочие понимают по слушанию. Он один каждому труды разделяет. Ленивых и к отделу несносных выгоняет из улья, как из гражданского общества. Прочие пчелы в назначенных трудах обращаются прилежно, не дают себе покоя, пока работы своей в совершенстве не увидят. Сие, что по ним дни перед глазами, своими примечаете. Благоразумным подражанием употребите в свою пользу. Назначьте себе государя, которого по велительности поручите свою цельность. Пусть он судит наши распри, отвращает обиды и убийства, защищает правду и печется о всеобщей безопасности. И дабы сие производить мог прямо по должности, дайте ему полную власть живота и смерти над всеми. Сию речью преклонились знатнейшие, нарекли его своим государем и объявили всенародно. Вей Дивуд принял на себя притом чин верховного жреца, положил в народе порядок и в будущие времена узаконил, чтобы после смерти его наследник был в летах престарелых, сановит благочестием и знающий дела священные. Такое приселение Алан Волжеских, то есть Рассан или Россов, к Балтийскому морю произошло, как видно по вышепоказанных авторов свидетельствам. Не в один раз и не в краткое время, что и по следам до ныне оставшимся явствует, которыми городов и рек имена по честь должно. Рось-река от западно-южной стороны, впадающая в Днепр и другие того ж имени воды в российских пределах, а особливо город Старая Руса доказывают бывшие в древности жилища россов, приселившихся от Волги к западу, которое по своему имени новое поселение называли. Как и восточное плечо реки Немине проименовали, наподобие других присельников Русою, как, например, от Волги, назвались болгары-дунайские, трое антинорам, созданное на берегу Адриатическом во имя прежнего Отечества, также новые Ишпания, Франция, Англия и другие новые приселения и в самой славянской помирании новые Римы. Длугош свидетельствует, что во время междуособной войны Юлия Кесаря и Помпея некоторое число римлян, оставив Италию, на южных берегах Варяжских поселились и создали город, проименовав его Ромова, который долго там был столичным. Из польского летописца Матвея Маховского, согласно и сему довод имеем, что в Пруссию приселились много римского народа и расселились по Прутье, Литве и Жмуде, знатнейшие места, где идолов почитали, по своему отечеству Ромовы называли. И так весьма не дивно, что в остатках древнего прусского языка, то есть в употребительном в некоторых прусских деревнях, также в Курляндии, Жмуде и Литве, весьма много вмещено слов латинских, с коими годские от сообщества с нормандцами и ливонские по соседству великую произвели в нынешнем наречии отмену. Вначале о славянах показано, что они от востока из Азии в Европу на запад в разные времена разными дорогами приселились. То же явствует из вышеописанного и следующего Ороссах, славянских варягах. В Азии Роксолане не обинулись стать против военачальников храброго на востоке царя Метридата Евпатора. Но два столетия едва минуло оказали свою силу и мужество на западе. Когда Атон Сильвий возведен был на величайшую степень в римском государстве, впоследствии великие междоусобные несогласия и кровопролития, и уже не было времени смотреть на обстоятельства и движения внешних народов. Роксолане, разбив часть римского войска, ворвались в Мизию, разным римлянам, оказанными примерами своего мужества. Толь сильными почитались, что от римского государства содержались на деньгах, дабы и оное защищали от нападения варварских народов. И как при Адриане Кесаре наемные деньги их умолились, против римлян сильно вооружились. Что, уведав Адриан, удовольствовал их в требовании и тем успокоил. Имя Роксолан по всем времени писателям среднего века известно было купно с гетами и леготами. Ермонарик, король Остроготский, за храбрость свою, по владении многими северными народами, сравнен был от некоторых с Александром Великим. Имел у себя войско Роксоланское и за свирепство от Роксолан лишен жизни. Саниели Лисонильду, знатную Роксоланскую женщину, велел разорвать лошадьми за убег мужа. Братья ее Сар и Амий, отмещая смерть сестрину, Ермонариков бог прокололи, от раны умер 110 лет. Хотя жрессаны, по большей части, в полуношные страны уклонились и со сродными себе Аланами, как по вышеписанному видно, у берегу Балтийского моря поселились. Однако оттуда с готами в Италию ходили и назывались от историков Аланами, Сциррами и Ругиянами. Радигаст, славянин именем, родом Ружанин, нашествием своим с великим войском, произвел несказанный страх в Италии и в самом Риме внутренний бунт между христианами и неверными. Аларик, Рима-победитель, почитается от притория за Ружанина, за тем, что Прокопий оного острова жителей готами именует, и что готы к избранию ружанских князей в свои короли склонны были. Пример служит кроме Радигаста и Аларика, готские короли из Руги, Губа, Гумулх, Иллибалт, Видамир, также Адаоцер, который с турцелингами, с Циррами и Герулами напал на Италию. Августула Кесаря совладение свернул, и его падением Римская империя разрушилась. Всего геройства в Италии южных варягов описывать пространно не позволяет место, и разные их проименования скрывают точно принадлежащую их военную славу, которая в Греции была больше ведома. Константин Порфирогени, царь греческий, в администрации пишет, что россы издревле даже до Египта ездили морем. И так не дивно, что Нестор называет Черное море россским, для частого россов по нему хождение. За обыкновенность их варягов ходить на Римские области явствует из многократных военных нападений на восточную часть Уныя, то есть на Грецию и на самый Царьград, которые походы от начала первых князей российских продолжались даже до первого разделения российские державы на разные княжения, что в следующей части довольно окажется в обстоятельном описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok